Продолжение следует... Ну и потом пенальти. Поэтому, честно сказать, с удалением дальше нужно что-то комментировать, играть в меньшинстве. Очень, конечно, тяжело просипать, но пуля еще достаточно тяжелая. После дождя в том плане, что мягкая. Так что особо комментирую, что комментирую действие судей. Ну, наверное, оснований поставить пенальти. Наверное, его иметь. Это сейчас тяжело судить. Насколько увидим его красную карточку в обосновке, мне показалось, что мяч перелетал этого футболиста. Именно он забить не мог. Даже если его дернули. Честно сказать, не было бы удаления даже при счете 2-0. Я думаю, ему не проиграли. Это мое мнение. Поэтому, еще раз, Ле Факе. Нельзя сказать, что Ле Факе понравился первым таймем. Во втором-то, понятно, взяли мяч под контроль. Два листа достаточно качественно. По вопросу у меня. Поэтому, безусловие было тяжело играть. Ну, а что так. В принципе, с учетом того, что было, в принципе, поиграли, поиграли. Я имею в виду с удалением. Единственное, если опять комментируют действия судьи, то, мне кажется, за отмашку, которая там была на втором тайме, в минуте на 20 копеек, на 28. Дают красную, а не желтую. Не знаю, с чем это связано. Видимо, побоялся чего-то. Если там даешь красную, то здесь, мне кажется, она была более ядной. Поэтому привилочки еще дают. Конечно, проигрывать неприятно, но надеюсь, сделаем выводы правильные. И игроки тоже, в том числе. И дальше встретимся еще в Курске. Илья Петрович, перед вашей командой стоит повышение в классе или лидерство ваше сиюминутное? Два разных вопроса. Стоит ли сиюминутное, это разные вопросы. Отвечайте на два. Ну, прямое, конечно, не стоит, в принципе. Скажешь, что прямо у шкала физноса первое место? Нет. Ну, безусловно, если мы будем идти в лидерах, да, то имеется первое, второе место, или в достигаемости, там, перед зимой. Такие задачи могут быть простыми. Много же зависит от бюджета. А то, что касается случайного, не случайного, это немножко другое. На данном моменте я не считаю, что она ежеминутная была. Потому что еще игры впереди. И у Факева непростые игры. Там Сокол тоже. Воронеж у вас какие-то футбольные стации вызывает? В 2000 год. Вы хотите услышать, что я играл за Воронеж? Да. Ну, так же знаете, я играл, да. Ну, и есть какие-то? Ассоциации? Теплые эмоции? Ну, достаточно сезон такой, своеобразный получился. Травма я получил, после которой... Четыре смачивали. Да, это первый круг. Там, под конец первого круга травм я получил, после которой сейчас надрыв. Приводящий. Здесь было тяжело лечиться, в плане, на тот момент город был не такой, медицина не такая, поэтому в Питере лечилась. Поэтому, конечно, приятная команда была хорошая. В том году. И, в принципе, и дружный коллектив был. И собрались с разных команд. С СССР, 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 СССР. Поэтому, в принципе, приятная команда. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Вадим Васильевич Муханов, главный тренер футбольного клуба «Фател», вам всем хорошо знакомый. Пожалуйста, Владимир Васильевич, поделитесь своими первыми впечатлениями о матче СССР. Ну, я хотел бы коротко. В принципе, мы очень серьезно настраивались на этот матч. И в голове еще держали, может быть, сокол, что-то там не выиграли. Команда всегда желала выйти на первое место. Но, тем не менее, в общем-то, игра была достаточно содержательной. И результат, в принципе, нас сегодня устраивало. Нельзя забывать, что соперник в девятой минуты играл в меньшинстве. Но, тем не менее, в принципе, команды вынудило это наше. Поэтому, считаю, что заслуженно выиграли. Сегодня молодцы все. Пожалуйста, вопрос. На лидера как-то не требовалось особо настраивать, да? Разбирали, просматривали? Конечно, конечно. Как обычно, к каждому сопернику очень серьезно готовимся. Просматриваем ряд кассет с минимум 3 матча. Затем разбираем. И после этого уже установку в день играет. Как? Антипельсик? Антипельсик желал сегодня выйти на поле с первых минут. Но я сегодня принял другое решение. То есть он готов был, да? Да, в принципе, он готов играть. Если вопрос сейчас стоит, ему надо несколько укрепить мышцы задней поверхности бедра, то дополнительно он занимается в тренажерном зале и, так сказать, бег в ровном режиме. А так, в принципе, он готов уйти на поле. Но мы хотим избежать каких-то новых рецидивов. Агрессивный стиль факела в последнее время становится такой фирменной фишечкой. Как вы считаете, насколько, по-вашему, соответствует вашему взгляду на игру? Помощь соответствует именно в таком ключе. И пытаюсь, и надеюсь, команда будущего будет играть в этом ключе. Именно в агрессивном, именно в прессинге, именно в быстром контроле мяча, вертикали, предпочтении. В этом ключе будем играть стараться. Ваня Васильевич, вы в начале говорили, что будут игроки по возможности многофункциональные. Выходит, не выходит сейчас? Вы знаете, мне пока, в широком смысле слова, ответить на ваш вопрос, как бы и легко, и в то же время трудно. Но, допустим, фланговые защитники, вы видите, они на своем месте привязаны. Они двигают по всей броке. А в определенный момент они и нападающие. Торчук, кто у нас? Правый крайний защитник, в лучшем случае линейный. Сегодня он играет в треугольнике, вставляя его основу. Как вы считаете? В остальных перечислять я, в принципе, могу. Но, конечно, не все могут играть на разных позициях. Не все, но достаточное количество людей, позволяющие нам сегодня, в условиях того, что могут травмироваться, производить маневры. Нефтурин прописался на правом фланге оборону, да? Дело в том, что я считаю, лично я считаю, что это его позиция, а не в центральной зоне. Это мое мнение, а остальное будет рассказывать жизнь. Нежели с каждым матчем все больше и больше объем работ. И слева, и справа они с крыльником. Места меняются в случае штрафных или свободных, да? Да, в общем-то они способны определенное количество времени играть на разных флангах. И это вообще тенденция мирового футбола. Поэтому для нас сейчас, в общем-то, превалирует результат. И в целом такой необходимости нет часто их менять, потому что каждый на свои фланги приносит очень большой пользу. Я бы выделил сегодня, и не только сегодня, а в выездном матче с Крыльниковым, который прибавляет, надеюсь, еще будет прибавлять. Но сегодня оборону без таких традиционных ляпов сыграл, в общем-то. Но обрезы в середине были. Но обрезы были, да. Но из-за того, что в меньшинстве соперники были? Я думаю, конечно, здесь они были более спокойные. Соперник меньшим количеством людей вылетал. Хотя пару контратак было неприятных, будем так говорить. Не совсем острых, но неприятных. Опять же, Сокол очень интересный, сильный раздражитель. В принципе, иногда из самых принципиальных соперников факелы. Как это внутренняя постановка будет? Как это, мотивная на Сокола? Ну, Сокол, мы еще не скоро играем. Мы сейчас в ближайшее выездное в Пензе. Это тоже для нас раздражитель. Калуга. Нет, первый Пенз, потом Калуга. А затем уже и Сокол. Потом дома мы играем. Сокол. Это будет через три тура. Ты еще какой специальный ПДФ? Ну, как? Я много раз отвечал на этот вопрос. Всенешний футбол такой, что многие научились играть. Попробуйте, не доцените кого-то. И сразу будет беда. Потому что нет запаса такого сумасшедшего мастерства, чтобы на одном коньке. Ну, не бывает этого. Поэтому на каждый матч предельная концентрация. Тем более, когда у команды, у коллектива стоит задача. Конечно, слабиночек давать. Никогда нельзя. Вообще никогда. Все время все под контролем держать. Вадим Васильевич, показалось сверху, что Скрильников забил чистый мяч четвертый. Как показалось вам? Ну, не то, что это показалось. Мне вообще жаль, что это Санкт-Петербург считает. Я так радовался за него. Ну, ничего, я думаю, еще из объеда. Самое главное. Приходит уверенность в своих силах. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.